Здравствуйте! В эфире спортивно-музыкального канала Гонг ТВ, передача Йога Тайм. И я ее ведущая Лисанна Бекмулина. Самое сложное в йоге это расстелить коврик. Мы уже расстелили коврик и приглашаем вас к нам на практику. Сегодня мне в этом поможет Ильдар. Привет, Ильдар! Привет, Лисанна! Как дела? Хорошо. Отлично! Начинаем практику. Первое, что бы я хотела рассказать по поводу осанки. Мы сделаем самую первую позу. Это базовый комплекс новичков. Тадаса называется. Вот таким вот образом нужно стоять ровно, хорошо прижимая пятки, тягивая колени и выравнивая вес тела. То есть одинаково давить пятки в пол. Смотрим прямо, взгляд ровно, вперед. Дышите ровно, вдох, выдох. Со вдохом поднимите руки вверх, уртвахастасана. И вот поднимая руки вверх, удлиняя боковые стороны корпуса, задача сохранить вес на пятках, сохранить ноги синими, колени втянутыми и спину ровной. Выдох, руки опустите. Хорошо. Следующее, нужно сцепить большие пальцы рук за спиной. Вот таким вот образом. И хорошо развернуть плечи, раскрыть грудную клетку и посмотреть вперед. Дышите, вдох, выдох. Хорошо. А теперь поменяйте переплетение пальцев по-другому. На непривычное получилось. И также разверните плечи, взгляд перед собой. Хорошо. А когда раскрываете плечи, разворачиваете плечи, старайтесь еще хорошо вытянуть и расширить вниз спины, то есть, чтобы поясница не прогибалась. Делай вдох, выдох и расцепи пальцы. Хорошо. Следующая поза называется врикшасана, поза дерева. Опорная нога, правая, сгибаете левую ногу, стопу ставите на лодыжку и балансируете на одной ноге. Потом со вдохом поднимите руки через стороны вверх. Давай сделаем. Ага. Если не получается на бедро, вы можете поставить вот так вот стопу на гулень. Тоже хороший вариант. Для начала самое то. Прижмите пятку, втяните колено, вытяните руки в стороны со вдохом, поднимите руки вверх и держите руки вытянутыми ровными. Делайте вдох и с выдохом руки через стороны опустите вниз. Соедините стопы вместе тадасана. Всегда после каждой асаны возвращаемся в тадасану. Врикшасан у нас поза двухсторонняя. Выполняем на другую ногу. Сейчас левая нога опорная. Сгибаете правую, захватываете за лодыжку. Стопу на бедро. Здесь прижимаете стопу на бедро. Бедром толкаете стопу. Выравниваете ногу. Держите баланс. Вытяните руки в стороны. Сделайте вдох. И поднимите руки вверх. Дышите. Выдохните. И с очередным выдохом руки через стороны опустите вниз. Соедините стопы вместе тадасана. Дышите. Вдох. Выдох. И вырыните дыхание. Следующая поза. Уткатасана. Посмотрите, пожалуйста. Из тадасаны нужно будет поднять руки вверх. И на выдохе согнуть ноги в коленях. В тазобедренных суставах. Также сгибаетесь. Опускаете бедра вниз. А руками вытягиваете бока вверх. Вдох. Поднимите. Эту позу очень хорошо тонизирует мышцы ног. Укрепляет ноги, лодыжки, голени. Давай сделаем. И с тадасаны. Вдох. Поднимите руки вверх. И на выдохе согните ноги в коленях. Опустите бедра вниз. А руками вытягиваете боковые стороны корпуса вверх. Отлично. Вес на пятках. Тяните пальцы ног вперед. Вес на пятках для этого голени назад уводите. И руками вытягиваете боковые стороны корпуса. Делайте вдох. Поднимитесь. Выдох. Руки опустите. Переплетите пальцы рук. И разверните замок. Соедините мизинцы. Большие пальцы рук перед собой. Локти втяните. Руки сильные. Со вдохом. Поднимите руки вверх. Оставайтесь в тадасане. Это значит, что ноги должны быть в вертикальном полу. Пятки должны быть под тазом. И все тело вытянуты в одну ровную линию. Дышите ровно. Выдох. Руки опустите. Хорошо. Меняйте. На неудобное. Получилось? Разверните замок. Соедините также мизинцы. Большие пальцы рук. Хорошо втяните локти. Сначала держите руки параллельно полу. Потом на вдохе. Поднимите руки вверх. Не прогибаясь в пояснице. Держите руки как продолжение боков. Чуть-чуть вперед. Отлично. Все тело вытянуто. В одну ровную линию. Выдох. Руки опустите. Хорошо. Удхита триконаса. Это поза также двухсторонняя. Из центра нужно будет вытянуть ноги в стороны. На одинаковом расстоянии от центра. Левую стопу заверните вовнутрь. Всю правую ногу разверните наружу. Проверьте, чтобы правая пятка была посередине левой стопы. Получилось? Хорошо. Вытяните пальцы ног и прижмите пятки. Втяните колени. Вытяните руки в стороны. Раскройте руками грудную клетку. Почувствуйте силу в руках. Да. Вдох. И с выдохом наклон вправо. Захватите правую голень. Отлично. А левую руку поднимите вверх. Как продолжение правой руки. Раскройте грудную клетку. Дышите. Со вдохом поднимите. Выдох. Хорошо. Сгибая ногу в стопу внутрь. И в другую сторону. Левая пятка посередине правой стопы. Проверили. Теперь втяните колени. Сделайте ноги сильными. Сделайте вдох. И раскройте руками грудную клетку. И на выдохе опуститесь вниз, захватив левую голень или лодыжку. А правую руку поднимите вверх. В этой позе очень важно прижимать пятки к полу. То есть давить правую пятку в пол. Со вдохом поднимитесь. Выдох. Согните ногу. Стопу взверните внутрь. И соедините стопы. Ново тадасана. Выроните ве с тела. Дышите. Вдох. Выдох. Хорошо. Следующая поза. Поза воина 2. Для этого также расставьте ноги широко, как было в триконасану. Руки пока на таз. Левую стопу заверните вовнутрь. Всю правую ногу разверните наружу. Также правая пятка посередине левой стопы. Да. Вот сейчас скажи, Ильдар, вес на какой ноге больше чувствуется? На правой или на левой? На левой. Молодец. Хорошо. То есть, если вы чувствуете вес на правой ноге, это говорит о том, что очень много веса на правую ногу даете, и правая пятка, она не отталкивается, а левая пятка не прижимается. Это очень важно. Вот из этого положения, когда развернетесь вправо, прижимать левую пятку. Хорошо. Вытяните руки в стороны, раскройте грудную клетку. И на выдохе согните правую ногу в колени до прямого угла. До прямого угла. Это значит голень перпендикулярна полу. Сейчас чуть-чуть нужно будет подняться. Вот так. Чтобы пятка правой ноги оказалась под правым коленом. Это очень важно. То есть, это будет ошибка, это будет ошибка. А вот это положение, оно ровно и правильно. Хорошо. И взгляд на правую руку, на пальцы правой руки. Хорошо. Отталкиваясь правой пяткой, ногу выпрямите, стопу заверните внутрь и в другую сторону. Также проверьте, чтобы левая пятка была посередине правой стопы. Раскрывайте грудную клетку. И с выдохом согните левую ногу в колени. Наблюдая. Одинаково ли прижимаете пятки в пол. Да? 50 на 50 распределите вес тела. Отлично. Чуть-чуть колено назад, чтобы раскрывать левый тазобедренный сустав. Взгляд на пальцы левой руки. Дыхание ровное. Отсюда отталкиваясь левой пяткой, ногу выпрямите, стопы внутрь. И соедините стопы вместе. Дышите. Тадасана. Взгляд перед собой. Следующее. Займемся немного руками. Здесь. Так, мы уже сделали переплетение пальцев. Следующее. Гару-дасана. Только руки. Руки перед собой сгибаем. Правую руку поверх левого локтя ставим. И потом переплетаются предплечья и соединяются ладони. Большие пальцы к лицу. Да. Теперь локти немного нужно поднять вверх, чтобы держать на линии с плечами. А предплечья вертикально полу. И пальцы тянутся вверх. Да, дыхание ровное. Это Гару-дасана. Поза орла. Полный вариант позы выглядит с ногами. Но мы пока делаем только вот руками. Хорошо. Выдох. Руки расслабьте. Опустите вдоль туловища. И поменяйте. Сейчас левую руку вверху. Здесь держите плечи и локти на одной линии. Предплечья вертикально полу. И хорошо вытягивайте пальцы рук вверх. Но при этом оставайтесь в тадасана. То есть очень важно прижимать пятки в пол. Тягивать колени. Бедра немного уводить назад, чтобы пятки оставались под коленями. И под бедрами, и под тазом. И весь позвоночник, чтобы был на одной линии. Дышите. Делайте вдох. И с выдохом расслабьте руки. Следующая поза сидя. Сидя, дандасана, я предлагаю взять болстер или любую другую опору. Что у вас есть дома. Это может быть одеяло или плед какой-нибудь сложный. Давай лицом ко мне. Хорошо? То есть болстер ты туда ставишь. А ноги садишься лицом ко мне. А ноги вытягиваешь вперед сюда. Вот. Хорошо. Сейчас ноги вытянуты вперед. Стопы вместе. И хорошо нужно раскрыть пальцы ног. Прям так веером. Пока как получается. Хорошо. Пока как получается. Сейчас отталкнись пальцами рук от болстера. Отталкиваясь пальцами рук от болстера. Разверните плечи изнутри наружу. Помните, в начале практики мы делали сцепление больших пальцев. Здесь тоже можно это сделать. Пробуем. Сцепление больших пальцев рук. И начинаешь хорошо разворачивать плечи. Пробуйте. И грудину поднимать вверх. Вот. Отлично. А теперь нужно сохранить вот эту вот работу. Руки обратно на болстер. Да. И держите спину ровно. Ноги ровно. Отлично. Дышите. Вдох. Поднимите руки вверх. И прям руками нужно вытянуться к потолку. Как будто есть желание дотянуться пальцами у потолка. И даже вытолкнуть потолок. Потому что руки должны быть сильными. Но и ноги тоже. Поэтому давите пятки в пол. Тяните колени. Как будто асану стоя делаете. Ноги сильные. Выбег. Руки через стороны. Опустите вниз. Чувствую ровно. Да? Устал. Устал. Ну хорошо. Ложимся. Спину нужно будет уложить. Да? Сначала лучше посмотри. Здесь нужно будет ноги вытянуть вверх. И накинуть ремешок на стопы ближе к пяткам. Дальше здесь держите ноги вертикально в пол. Давай. А еще если здесь положение лежа неудобно. Шея сжимается и затылок давит в пол. Тогда лучше подложить одеяло под головой. Сейчас посмотрим. Давай отсюда ноги вверх. И пробуй здесь ноги вытянуть. Да. Вот эту позу очень хорошо раскрывает заднюю поверхность бедер. Очень полезно для лодыжек. Подколенки раскрываются. Ну что? Здесь нужно хорошо вытянуть пальцы ног. Раскрываются пальцы ног? Ильдар. Раскрываются пальцы ног? Надо посмотреть саму. Хорошо. Колени втянутые, ноги сильные, ровные. Квадрицепсы, передняя поверхность бедер. Все это раскрыто. Плечи вниз, лопатки от пола. Лопатки нужно очень хорошо втянуть и прогнуться в грудном отделе. Как ноги? Да. Да? Ну хорошо. Теперь отсюда сгибайте ноги. Ремешок уберите в сторону. И переходим к завершающей позе. Называется она шавасана. Для шаваса нужно лечь полностью вытянутыми ногами. Вот так вот. Обязательно приподнять голову, посмотреть, что есть симметрия. И ноги вытянуты на одинаковом расстоянии от центра. Вытянуть шею. И ладони развернуть к потолку. Вначале расслабить лицо и закрыть глаза. В этой позе нужно расслабить все тело, дать телу отдых и покой после практики. Расслабляются ноги, руки, мышцы спины. Неподвижные пальцы рук и неподвижные пальцы ног. Внимание, направьте на дыхание. Наблюдайте за вдохами и выдохами. Постепенно, мягко настраивайтесь на выход. Делайте вначале глубокий вдох. Словно всплываете на поверхность. И плавный длинный выдох. Вначале движения приходят пальцы рук и пальцы ног. Пошевелите ими. Потом мягко согните ноги в коленях. Руки в локтях. Повернитесь на правый бок. И отталкиваясь левой рукой, на вдохе поднимитесь. На этом практика у нас завершилась. Спасибо большое, Александр, за практику. Спасибо, Эльдар, тебе. Спасибо вам, что были с нами. Увидимся на следующей неделе в это же время в Yoga Time на канале Гонг ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин